Приветствую всех дорогие друзья, в этом 643 выпуске я как всегда собрал самые интересные новости железа. Но перед тем как начать, хочу выразить огромную благодарность всем спонсорам канала за их финансовую поддержку. И только с вашего позволения я начну с анонса нового поколения процессоров Intel. Своё выступление Патрик Гильсингер начал с довольно сильных заявлений про то, что закон Мура жив и он активно спорит об этом с коллегами. Также было сказано, что синие очень активно работают над будущими продуктами и с целой кучей партнёров разрабатывают новую эру чиплетов. Далее речь перешла к профессиональным видеокартам, которые Intel официально представила для рабочих задач. Но с оговоркой, что нельзя говорить про видеокарты не затрагивая игры, Гильсингер гордо представил миру настольную ARC A770. Такой ход был весьма ожидаем, но почему-то мне казалось, что долгожданный анонс топовой карты будет уже после процессоров Raptor Lake. В итоге A770 появится в продаже 12 октября, то есть в тот же день, когда Nvidia выпустит в продажу свою RTX 4090. Конечно, не стоит сравнивать эти две видеокарты, так как интеловский флагман сильно позади по сравнению с зелёными. Однако цена в 329 долларов пока что кажется очень даже вкусной и это если что MSRP средней видеокарты RTX 3060. По имеющимся данным, A770 выступает немного лучше 3060, да и к тому же она показывает превосходство в работе с лучами. Но сразу же напомню про оптимизацию и траблы с драйверами, поэтому пока стоит дождаться тестов, а не бежать 12 числа скупать халявные A770, если их конечно будет много в продаже. Далее Гейсингер решил загрузить головы миллионов геймеров их наработками в Intel Xeon, не став разделять презентацию по этому классу. Затем дело вообще пошло в сторону искусственного интеллекта, пока геймеры продолжали ждать долгожданные процессоры Raptor Lake. И только после кучи информации нам наконец-то представили 24 ядерный Core i9-13900K, которому удвоили количество малых ядер. Новинка будет поддерживать DDR5 5600 и DDR5 5200, а по частотам из коробки он умеет аж в 6 ГГц. Причём Steut отдельно указывает, что данной частоты можно добиться именно из коробки, но скорее всего не без фирменных технологий. Также стоит понимать, что скорее всего эта частота буста не для всех ядер, а только для одного. Всю же остальную информацию было куда проще найти с внутренних презентаций Intel, так как дед пошёл дальше играть со студентами в челленджи. По итогам мы имеем 13900K за 589 долларов и ровно столько же стоил 12900K из прошлого поколения. Также не изменилась цена и на процессор в исполнении KF, которая в Alder Lake также составляла 565 долларов. С моделями Core i7 изменений также нету, что довольно странно в свете того, что синие говорили о поднятии своих прайсов. А вот младший Core i5-13600K теперь стоит 319 долларов, тогда как его предшественник стоил 290, то есть на 29 долларов дешевле. Такое же поднятие цен коснулось и модели 13600KF безстроенной графики, если сравнивать с 12 поколением. То есть теперь доступные процессоры стали менее доступными, а флагманы мы продолжим продавать по тем же ценам. Сама Intel заявляет о росте до 15 процентов однопоточной производительности, а многовоток вырос до 41 процента. Если говорить об игровой производительности, то синие приводят график, где видно, что не во всех играх будет заметен прирост от нового поколения. Но на другом слайде утверждают, что 13900KF обходит 12900KF на 37 процентов при том же потреблении в 241 Вт. На самом деле это очень интересный тест процессора, где за основу взято именно энергопотребление. А самое интересное, что при потреблении в 65 Вт новый флагман выступает на уровне текущего флагмана 12900KF. А если залезть за лимиты 12 поколения, то при жоре 253 Вт можно рассчитывать на прибавку в 41 %. Еще интересный график был показан в сравнении с райзенами, где отделили 5800X3D от 5950X без кэша. На нем четко видно, что Intel заявляет о лидерстве в игровой производительности, однако все мы знаем, что тягаться они будут с Zen 4. В целом же можно рассчитывать в 13900KF на прирост от 6 до 58 % в зависимости от игры. Если подводить итог, то камушки выглядят вполне неплохо, хотя очевидно, что это тоже очередные печки. В любом случае будем ждать полноценных тестов против Zen 4 и тогда уже можно будет что-то выбирать. А чтобы получать новости более оперативно, рекомендую вам подписаться на мой телеграм или группу в ВК по ссылкам в описании. Первые обзоры процессоров Ryzen 7000 слабо затронули тему встроенной графики RDNA 2, которая присутствует теперь во всех чипах AMD. Сам производитель ранее уже утверждал, что эта встройка не предназначена для игр, и вот порталы HotHardware и TechPowerUp разобрались, так ли это на самом деле. По словам журналистов, данная встройка действительно непригодна для запуска современных игр с крутой графикой. Такие блокбастеры отказываются работать с приемлемым уровнем быстродействия даже при использовании минимальных настроек. Сама растровая производительность нового поколения находится на уровне видеокарт HD4850 или HD7730 и не сильно отстает от R7 250, а ведь всем этим картам больше десяти лет. Но в то же время встройка справляется со старыми и не слишком требовательными играми вроде CS GO или даже пятой батлы. Во все подобные игры спокойно можно поиграть, а весь комфорт раскрывается в разрешении 720p. Также можно отметить и Fortnite, который в 720p показывает вполне нормальные 70 кадров в секунду. В общем поиграть на встройке можно, по крайней мере первое время, если вы собрали Zen 4 и не успели купить видеокарту. Однако назвать такую производительность нормальной в нынешнее время очень тяжко, поэтому не стоит возлагать на встройку большие надежды. Компания MSI провела онлайн трансляцию, из которой стало известно о подорожании материнок на X670 еще до их выхода. То есть новые материнские платы для IM5 просто взяли и подорожали за последний месяц даже не выйдя на рынок. Самый доступный вариант Pro X670P Wi-Fi компания оценила в 329 долларов, хотя в начале сентября производитель заявлял для нее цену в 290. Для стран Европы стоимость еще выше и составляет 395 евро, включая НДС. За X670E Carbon Wi-Fi раньше хотели просить 480 долларов, а теперь рекомендованная цена составляет 499 долларов или 599 евро. Далее компания сообщила, что стоимость модели X670E ACE будет равна 800 баксов, хотя в начале месяца производитель оценивал эту плату в 700 долларов. На европейских рынках эта версия и вовсе будет предлагаться за 969 евро, то есть почти косарь за притоповую мать. И наконец флагманская модель X670E Godlike была оценена MSI в 1299 долларов или в 1599 евро для Европы. Ну и по сути это единственная плата из списка, которая не подорожала относительно изначально заявленной стоимости. Несмотря на отдельные случаи и нехватки некоторых компонентов, в целом глобальный дефицит чипов можно считать сошедшим на нет, как уверены аналитики TrendForce. Пока сохраняется высокий спрос на чипы для автомобилей и промышленного оборудования, и их стоимость будет расти. Но чипов для потребительской электроники уже хватает, а некоторых может оказаться даже в избытке. Рост продажи продукции 10 крупнейших производителей по итогам второго квартала замедлился до 3,9 %. По прогнозам TrendForce в третьем квартале этот показатель будет несколько выше, ведь с выходом новых айфонов у производителей компонентов ожидается некоторый рост запасов. То есть дефицит по сути закончился и чипов хватает на всех. Однако вот со спросом на потребительскую технику сейчас явно есть проблемы. Компания Microsoft ограничила для российской аудитории возможность скачивания и установки крупного пакета обновлений 22H2 для операционной системы Windows 11. Чтобы получить доступ к апдейту и обновить Windows 11 до новой версии нужно использовать VPN, подменяя тем самым российский IP адрес. Такое решение проблемы свидетельствует о существовании сознательно выставленных Microsoft блокировок для пользователей из России, как уверены эксперты. Предполагается, что такое положение дел является следствием санкционных мер со стороны США и американских компаний. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и надеюсь поддержали прожатым лайком. Также хочу напомнить, что дохода с большинства роликов практически нет, поэтому буду очень признателен за поддержку через бусти или спонсорство на YouTube. До скорого, друзья.